МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарове прошел отраслевой семинар «Физика взрыва-2019». Он объединил специалистов из Сарова, Снежинска, Москвы, Заречного. Главная тема – роль научной школы Николая Николаевича Семенова в атомном проекте СССР. Представить новые результаты работ, поделиться опытом, пообщаться с коллегами из других городов. В стенах Дома ученых собрались лучшие умы в области физики и газодинамики. Семинар «Физика взрыва» носит научно-мемориальный характер, и традиционно его посвящают памяти выдающихся ученых, на чьи плечи была возложена ответственная задача – создать такие методы исследований, которые позволят обеспечить эффективность и надежность ядерного щита страны. Для нас принципиально важно все, что касается атомного проекта. Причем дальше мы уходим от начала этого проекта, тем острее ощущается необходимость анализа тех материалов, анализа тех событий. Значит, тем, чем острее становится понимание судеб людей, которые участвовали в этом проекте, их роль и место. И для нас принципиально важно, чтобы это было объективно отражено, зафиксировано и стало достоянием многих поколений наших. В этот раз главной темой семинара стала роль школы академика Николая Николаевича Семенова в становлении отечественного ядерного оружейного комплекса. Сейчас многие связывают, так скажем, развитие атомной промышленности с Курчатовским институтом, в том числе и оружейной части. Но в оружейной части значительно больший вклад, если отбросить и не говорить о технологических вопросах, спецматериала и так далее, внесла именно школа Семенова, институт химической физики, академия наук. Вся теория ядерного взрыва на начальных этапах разрабатывалась именно в институте химической физики. Дальше научным руководителем Семипалатинского полигона в первые испытания был заместитель Семенова в институте химической физики, академик Садовский. Аппаратуру 90% или 80% аппаратуры для физических измерений в ядерных испытаниях и в лабораторных исследованиях эта аппаратура разрабатывалась в институте химической физики. На семинар традиционно приезжают специалисты, научные сотрудники, начальники лаборатории тех учреждений и предприятий, которые наиболее тесно сотрудничают с институтом физики взрыва и с ядерным центром в целом. Александр Долгобородов – частый гость в нашем городе. Но в этом году семинар для него носит особенный характер. Меня всегда интересовала наука о взрыве. Николай Николаевич Семенов в свое время, я долгое время проработал в его институте, застал его еще и был лично с ним знаком. И вот я считаю себя учеником Семенова, поэтому сюда и приехал. Игорь Оселевский тоже старается не пропускать семинары и конференции, организованные Российским федеральным ядерным центром, потому что они не похожи на другие подобные научные мероприятия и носят уникальный характер. Здесь уровень высокий, потому что это все-таки Саров и ВНИЕФ, точнее это высшее такое институт по экспериментальной, прежде всего, и теоретической науке. Поэтому другие конференции, на которых я был, там в гораздо большей степени обсуждается вопрос теории, чем эксперимент. А здесь сердце, здесь славная школа за плечами. Пропустить семинар не могли и сотрудники института химфизики имени Николая Семенова. Для коллег они подготовили презентацию, изданную в институте книги, рассказывающей о роли школы Семенова в атомном проекте СССР. Роль школы Семенова огромная просто и решающая, поскольку, скажем, когда КБ-11 открывался, по-моему, там было из 12-8 человек из химфизики. И, собственно, все, особенно первые атомные испытания, собственно, и термоядерные во всех средах, и в атмосфере, и наземной, и космические, и подводные взрывы проводились с участием сотрудников химфизики. Сотни человек выезжали на испытания. Академика Николая Николаевича Семенова, единственного в нашей стране лауреата Нобелевской премии по химии, помнят как организатора большой науки. Прошедший научно-мемориальный семинар еще раз доказал, что решение масштабных задач сегодня опирается на героическое прошлое. Семинар собрал лучших специалистов из РФАЦ в НИЭФ, РФАЦ в НИТФ, МИФИ, МФТИ, Института высоких температур Российской Академии Наук и многих других учреждений и предприятий. Всего в работе семинара приняли участие порядка 150 человек. В Сарой при поддержке Российского федерального ядерного центра в НИЭФ реализуется новый образовательный проект «Кванториум». Данная инициатива организована в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который входит в нацпроект образования. Задача проекта – вовлечение детей в научно-техническое творчество и подготовка современных инженерных кадров для предприятий стратегически важных отраслей промышленности, в том числе для Российского федерального ядерного центра в НИЭФ. Детский мобильный технопарк «Кванториум» начал работу во Дворце детского творчества 8 ноября. В течение четырехнедель на его базе будет организована работа по четырем профильным направлениям – гео-аэровиртуальной реальности и информационные технологии, промроба, хай-тек. К участию приглашаются школьники от 13 до 17 лет. Заявку можно подать в школе. В рамках 18-часового курса они познакомятся с востребованными специальностями поработают с квадрокоптерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности и, главное, проведут собственные эксперименты. Деятельность «Кванториума» продолжится на территории технопарка «Саров», где при участии ядерного центра для детей будет организован стационарный центр технического творчества. К другим новостям. Полное погружение в профессию и совет отопанных наставников. Музей ядерного оружия прошла встреча сотрудников РВЯЦ в НЕФ со школьниками в рамках проекта «Билет в будущее». Специалисты градообразующего предприятия рассказали ребятам о профессии инженер-конструктор. Подробности далее. Совсем скоро эти ребята окончат школу и перед ними встанут важные вопросы. На какую специальность идти учиться в высшие учебные заведения и кем потом работать? И порой найти нужные ответы оказывается не так уж и просто. Чтобы помочь молодому поколению определиться с будущей профессией, сотрудники ядерного центра проводят для школьников профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее». «Билет в будущее» – это общероссийский федеральный проект, который направлен на раннюю профориентацию учащихся шестых-одиннадцатых классов. Методика проекта основана на навыке свободного выбора и предполагает, что ребята выполняют конкретные задания, это помогает им определиться со своими интересами, и ребята близятся к пониманию своей готовности, определяются своим профессиональным путем. В этот раз профпробы провели для старшеклассников школы номер 12 и 17. Их познакомили с профессией инженера-конструктора. Один из ключевых принципов проекта «Билет в будущее» заключается в том, что профориентации проходят под руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался. Таким человеком стал сотрудник РФИАЦ в НЕФ Дмитрий Дарюшкин. Он рассказал ребятам обо всех тонкостях и подводных камнях своей специальности и о востребованности инженеров на рынке труда. Это в топе даже не десятки востребованных профессий в ближайшие 5-10 лет. Это в топе трех профессий. Первая – это врачи, вторая – это педагоги, третья – это инженеры универсальные. И по окончанию вуза они сами определяются, кто они, исследователями могут прийти к нам в Федеральный ядерный центр или же конструкторами. Дмитрий Дарюшкин учился на инженера-программиста, а сейчас он ведущий инженер-исследователь РФИАЦ в НЕФ и точно знает, за что любит свою работу. Каждый день что-то новенькое. Сегодня мы изобрели одну деталь, завтра эту деталь изготовили, мы ее проверили, усовершенствовали. А любим мы только из того, что вечером, когда мы приходим, мы знаем, что наши детали стоят на каких-то определенных изделиях, будем говорить так. И эти изделия несут добро, охраняют нас, и только от этой мысли становится тепло, и значит, мы в этой жизни не так просто ходим на работу. Погружение в профессию прошло в формате увлекательного мастер-класса. Старшеклассники узнали, как проходит рабочий день инженера-конструктора, как выглядит его рабочее место и какие основные задачи он решает. Инженера-конструктора имеет очень важную роль в мире. Он создает чертежи, которые далее идут на строительство того или иного изделия. Например, в 2020 году в России хотят сделать поезд, который будет двигаться 200 км в час. И все это с пользу инженера-конструктора, который делает чертеж для этой работы. Школьники освоили азбуку инженера-конструктора, познакомились с этапами создания изделий и используемыми в работе программными продуктами. Но главное, вместе с экспертом определили, какие школьные предметы нужно изучать углубленно, чтобы освоить эту профессию. Физика нужен и английский, потому что английский сейчас многие программы, в которых работает инженера-конструктор, являются на английском языке. Также он очень востребованный во всем мире. Проф-пробы стали для ребят уникальной возможностью погрузиться в профессию инженера-конструктора, понять, как все устроено. Совсем скоро старшеклассников ждет еще несколько встреч с сотрудниками ядерного центра. Специалисты РФИАЦ ВНЕВ познакомят школьников с профессиями радиотехника и IT-специалиста. Провести выходные весело, используя для здоровья. В спортивном комплексе РФИАЦ ВНЕВ прошли традиционные спортивные соревнования и семейные старты. Мероприятие было организовано правкомом ядерного центра совместно с отделом физкультуры и спорта. И по традиции их приурочили ко Дню народного единства. 2019 год в госкорпорации Росатом посвящен охране труда и здоровья. Для многих сотрудников ядерного центра физкультура и спорт давно стали неотъемлемой частью жизни. В течение года отдел физкультуры и спорта РФИАЦ ВНЕВ совместно с профсоюзной организацией проводили различные спортивные мероприятия. В июне был организован День здоровья, в августе День физкультурника и спортивный праздник, посвященный 70-летию со дня создания РДС-1. В сентябре забег атомных городов. Ноябрьский спортивный праздник «Семейные старты» традиционно остается самым популярным среди работников с детьми. «Мы стараемся больше проводить семейных спортивных мероприятий, потому что в них участвуют дети. А вы, дорогие ребята, будущее за вами. И мы уверены, что когда вы закончите школу, в очень учебное заведение, многие из вас придут работать в ядерный центр, и вы продолжите славные традиции, в том числе и спортивные нашего предприятия». Спортивный зал спорткомплекса в НЕВ заполнен детским смехом. В этом году в соревнованиях приняли участие 30 семей. Кто-то уже не раз становился победителем семейных стартов, ну а кто-то только дебютирует в подобных спортивных эстафетах. Но главная цель у всех одна – провести выходной с семьей весело, используя для здоровья. «Конечно, не только какие-то умения, спортивные навыки нужны, это желательно, но главное – это действительно сплоченность семьи. То есть нужно все делать вместе, все делать, как говорится, дружно, и тогда все будет получаться». Семейные старты – традиционный праздник. Он проводится уже в 16-й раз. И с каждым годом его популярность среди сотрудников городообразующего предприятия только растет. Веселые эстафеты находят большой отклик как у малышей, так и у взрослых. «Участников у нас прибывает, соревнования становятся все более и более популярными. Есть и традиционные участники. В основном приходят люди, которые занимаются действительно физкультурой. Я просто многих знаю. Они любят движение, любят спорт. Ну, а здесь, как говорится, себя показать, других посмотреть, посоревноваться, им это нравится». Соревнования прошли в двух возрастных категориях. Семьи с детьми от 5 до 7 лет и от 8 до 12 лет. В команде по три человека – мама, папа и ребенок. Сотруднику конструкторского бюро Александру и его супруге пришлось нелегко. Все эстафеты им приходилось преодолевать по два раза. С Димой мы уже участвовали, а с Дашей первый раз. Нам понравился этот старт. Он интересный. Опыт очень такой тяжелый, потому что в двух сразу принимать в возрастных категориях тяжеловато. Но интересно. Мы вообще любим спортом заниматься. Во всех эстафетах всегда участвуем. В соревнованиях. Я и у себя в КБ тоже участвую во всех соревнованиях. Поэтому всегда рады поучаствовать, особенно с семьей привлечь детей. И дети занимаются один футболом. Да, шабатутом занимаются. То есть, как бы, сходят в секции. Поэтому приобщаем. Несмотря на то, что это были спортивные состязания, в зале царила дружеская атмосфера. Участники поддерживали друг друга, радовались своим успехом и успехом соперников. И можно с уверенностью сказать, что проигравших не было. Удовольствие от этого праздника получил каждый участник семейных стартов. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnf.ru и в эфире канала 16 по четвергам в 19.45. Я с вами прощаюсь. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова